Привет всем! Я Рыболов-любитель и не понаслышке знаю такие моменты, как плохой клёв, непостоянный клёв или вообще его отсутствие. Особенно, когда утром после бесклёвной ночи появляется неприятная мысль, что если б знал, лучше бы поспал. Дорога домой длинная, а ты не выспался. И параллельно появляются мысли об удочке, которая могла бы разбудить тебя во время поклёвки, а ты бы спокойно мог лечь отдыхать. Так вот, на просторах интернета мне попалась такая удочка. Их делают мастера-самодельщики и продают вроде за небольшие средства. Но не был бы я самодельщиком, если бы не попробовал сделать подобный девайс сам и поделиться видео изготовления с вами. Конструкция проста и элементы её доступны для приобретения в любом магазине для рыбалки. Естественно, для начала мне понадобится сама зимняя удочка. Самая недорогая, но обязательное условие – наличие плоской площадки в удобном месте. Зачем – вы узнаете позже. Ещё нужен китайский сигнализатор поклёвки для фидерных удилищ. Вот такого образца. Они продаются в основном в чёрном и прозрачно-зелёном цвете с прищепкой и также за небольшие средства. Также мне понадобится любой сторожок или кивок для зимней удочки, кому как нравится. Главное условие – неокрашенный металлический материал, из которого он сделан, и пружинка. В первую очередь мне нужно подготовить сигнализатор. Для этого его нужно разобрать. Откручиваю прищепку. Я буду использовать их для крепления проводов освещения палатки. Крепление прищепки я откусываю, оно не нужно. Откручиваю два маленьких шурупа и снимаю заднюю крышку. Под платой есть небольшая кнопка с рычагом-крючком, которые и включают сигнал. Конечно, их можно оставить, но зачем? Поэтому откручиваю кнопку и отпаиваю, запоминая места её подключения. Одним контактом она припаяна к светодиоду, а другим – к контакту батареек. Отмеряю два небольших и гибких провода, длиной от катушки до кончика хлыстика. И припаиваю один к контакту батареек, а второй – к контакту светодиода, туда, откуда отпаял кнопку. Контакт батареек, контакт светодиода с этой стороны платы. Провода укладываю в отверстие из-под удалённого крючка. Обязательно проверяю работоспособность сигнализатора путём замыкания концов проводов. Так как штатный динамик очень громкий, я его заглушу при помощи клеевого пистолета, залив выходные отверстия под зелёной крышкой. Этого оказалось недостаточно, и я также поступил с внутренней стороны. Теперь звук намного тише, самое то для громкости сигнала в палатке. Собираю сигнализатор в обратной последовательности. Теперь сигнализатор нужно закрепить на той самой плоской части на удочке. Прикладываю и отмечаю место шлифовки на сигнализаторе. Крупной шкуркой шлифую поверхность сигнализатора и удочки. Это нужно для лучшей адгезии при склеивании. Склеивать буду вот таким клеем. Он быстро высыхает и надёжно держит клеиваемые детали. При помощи небольшого отрезка термоусадки с клеем и фена закрепляю провода на хлысте, примерно в половину его длины. Далее одеваю кивок на хлыст до упора. Из небольшого по диаметру медного провода делаю контакт в виде кольца с ножкой, окружность которого делаю на глаз при помощи маленькой отвертки, которую использовал для разборки сигнализатора. А длину ножки сделал примерно 30 миллиметров. Одеваю на хлыст небольшой кусочек термоусадки с клеем. Продеваю один провод и припаиваю к ножке контактного кольца, так чтобы кольцо оказалось на конце хлыста. И закрепляю кольцо термоусадкой при помощи фена. Пока клей внутри не застыл, выравниваю кольцо. После застывания клея кольцо остается надежно закрепленным на кончике хлыста. Теперь передвигаю кивок ближе к кончику, так чтобы он наполовину проходил через кольцо, этого будет достаточно. Второй провод вытягиваю вдоль хлыста и обрезаю, отступая от кончика пружинки на кивке, примерно 15 миллиметров. Ну и ничего лучше я не смог придумать, как зачистить эти 15 миллиметров провода от изоляции, загнуть и затолкать провод вовнутрь пружинки. Может быть это не самый лучший способ, но вполне рабочий. Контакт есть и кивок остается подвижным. Задний кончик кивка я круто загнул, чтобы в выдвинутом положении он мог постоянно упираться в верхнюю часть контактного кольца. Ну что, можно проверять. Включаю сигнализатор и он сразу срабатывает, так как есть контакт в верхней части кольца. Теперь во время рыбалки остается только настроить кивок так, чтобы он не соприкасался с кольцом и включить сигнализатор. И при поклевке на подъем или натяг кивок замкнет на кольцо и сигнализатор обязательно сработает, и неожиданная или долгожданная поклевка не будет незамечена. При подсечке и вываживании, чтобы звук не раздражал, его можно оперативно отключить, так как переключатель находится в удобном месте. Также снасть можно сделать более чувствительной, если диаметр кольца сделать меньше или загнуть его под углом. Ну как бы все. Я очень рад результату и уже не терпится опробовать снасть на практике, что я надеюсь уже в ближайшее время сделаю. А вы сможете посмотреть на моем втором канале Кэмп 4х4, где я использую все свои самоделки для кемпинга и отдыха на природе на практике. А с вас, если понравилась подписка, лайк и комментарий. Всем добра!